МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Наталья Михайлик. Полтора часа назад в Минске открытым пламенем горела квартира. Пожар произошел на улице Славинского. Огнем охватила кухню на третьем этаже. Хозяйка 1930 года рождения находилась в помещении одна. Ее чудом удалось спасти прибывшим на место спасателям. В тушении пожара приняло участие пять расчетов. Горящий поезд, завалы и десятки пострадавших. Спасатели провели учения в столичном метро. Извозится эвакуация людей в сторону станции метро Малиновка. Масштабные маневры МЧС прошли этой ночью в Минской подемке. Сразу после закрытия на станции Малиновка был разыгран сценарий пожара в составе на перегоне. Спасателям предстояло ликвидировать аварийную ситуацию и спасти условных пострадавших. Сотрудники МЧС и метрополитена с заданием справились успешно. Показали высокие классы слаженную командную работу. Работа личного состава была отмечена как руководящим звеном, так и администрацией метрополитена высокой оценкой. Стоит отметить, что все вводные были выполнены оперативно. И в этот раз мы использовали статистов, засекали по времени. И в принципе все действия пожарных были слажены. Учения длились около трех часов. Было задействовано 110 сотрудников МЧС и 26 единиц спасательной техники. Новая дорога, которая перегорожена для автомобилистов. Почему на улице Пташука водители вынуждены петлять по дворам, когда есть прямая трасса? Но почему-то она перерыта. Деревья на улице Коммунистической, которые вырастут вопреки вандализму и царства зверей, которые бесплатно принимают детей в дни школьных каникул. Наш дежурный по городу Григорий Озаренок обратил внимание на то, что сегодня волновало минчан. Дорога есть, проезда нет. Уже больше полугода, как построена вторая улица Пташука. Однако еще ни один автомобиль по ней не проехал. Улица Новая, спальный район активно заселяется. Дорога находится недалеко от Кольцевой, поэтому в часы пик поток немаленький. Однако, чтобы попасть на улицу Турова или в близлежащий гипермаркет, приходится делать довольно большой объезд. Учитывая определенные трудности в финансировании, соответственно, вылица четвертая по генплану была построена ранее, поэтому было определено возможным ее открыть с учетом тупика. Строительные работы планируются выполнить где-то в апреле месяце. И запустить общее движение планируется где-то в первых числах мая. Необычная дорога открылась в Минском зоопарке для столичных школьников. Здесь им предлагают пройти тропой Бериндея. Уже более сотни детей за эти каникулы прошли сказочной тропой. Это разные этапы, на которых им необходимо пробраться по импровизированному лесу, правильно разложить костер, отгадать экологические загадки лесного короля Бериндея. А после все ребята отправляются на большую обзорную экскурсию. Игра будет проводиться до конца недели, пока длятся школьные каникулы. Они учатся понимать, где грибы съедобные, где несъедобные. Показывают, как правильно складывать костры в лесу, чтобы не случилось пожара. На одной станции они знакомятся с правилами поведения в лесу. Кто-то разрушает, а кто-то созидает. Вместо деревьев, которые недавно на улице Коммунистической сломали вандалы, посадили новые. Это случилось 6 марта. Наш дежурный по городу показывал сломанные стволы, которые неизвестные оставили после себя в центре города. Однако их выкопали, а вместо них посадили две новые липы. Это одно из красивейших мест Минска, набережная Свислочи. По обе стороны улицы растет большая липовая аллея, примерно из 40 деревьев. Теперь здесь приживутся еще два. Ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните нам на телефон горячей линии 029-1-600-700. И помните, в делах большого города не бывает мелочей. А дежурили по столице сегодня Григорий Озаренок, Валерий Науменко и Леонид Бартенев. Телекомпания СТВ. Активное лето в столичной пляже готовы принять посетителей. Начинать купальный сезон медики еще не рекомендуют, но для других занятий места отдыха уже оборудованы. В зимний период специалисты не теряли времени и провели реконструкцию на втором, третьем, и четвертом пляже Цнянского водохранилища. Здесь появилась велодорожка и велопарковка. Установлено новое оборудование, кабинки для переодевания и беседки. Также свое место нашли площадки для торговли, биотуалеты и мусорные контейнеры. Приятная новость для поклонников здорового образа жизни. Помимо 16 новых мангалов, на 7 зонах отдыха установят 9 уличных тренажеров. Дополнительно в этом году на зонах отдыха будет установлено 14 беседок. Дополнительно мангалы, дополнительно будут установлены таблички. Будет установлено 6 кабинов для переодевания. Купальный сезон с 15 мая по 15 сентябра будет установлено дополнительно 49 биотуалетов. И будет установлено 9 спортивных тренажеров. Для того, чтобы как можно быстрее навести порядок к летнему сезону, в Ждановичском лесничестве уже завтра 20 человек приступят к оплачиваемым общественным работам. Свыше полутысячи вакансий предложили сегодня минчанам на специализированной ярмарке в заводском районе столицы. Она собрала на одной площадке больше 30 предприятий. В основном в сфере торговли и строительства. Желающие могли найти как постоянную, так и временную работу. За несколько часов проведения ярмарки собеседования прошли больше двух сотен горожан. На ярмарку вакансии приехал первый раз. Должность себе изначально ищу руководящую, потому что на прошлом месяце тоже была у меня такая должность. Здесь можно нормально пообщаться с представителями отделов кадров разных предприятий. Такие мероприятия позволяют гражданам обратиться и записаться к нескольким нанимателям. Помимо всего прочего, допустим, он пришел в отдел трудоустройства, мы его направляем к нанимателю, а здесь 5-6 нанимателей, может быть 10. Он с каждым побеседует, узнает условия оплаты труда. По словам специалистов, почти половина посетителей ярмарки вакансии трудоустраиваются. Подобные площадки в эти дни работают во всех районах столицы. Здесь можно получить направление на переобучение и консультацию юриста. Уверенными шагами к успеху в Минске презентовали международный проект. Он предусматривает 7 реабилитационных направлений для инвалидов по зрению. Среди них информационные технологии, современные гаджеты, мастер-классы по хореографии и нанесению макияжа. Мы обучать будем людей устанавливать операционную систему с нуля, слепую. Получив рабочее место, может быть совершенно в другой отрасли, но обладая вот такими специфическими навыками, он будет востребован. Набирает популярность среди инвалидов по зрению звуковой навигатор. Специальное бесплатное приложение в телефоне в качестве пилотного проекта опробовали в Минске. Прокладывать маршруты в городе с помощью мобильного помощника теперь будут и в Витебске. Напомним, систему со звуковым оповещением на пути следования разработали 30 волонтеров со всей страны. Это все столичные подробности на сегодня в студии новостей, которой всегда рядом работала Наталья Михайлик. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok